почему воронеж вот тут конечно у вас могут проблемы собственно с работой возникнут у нас по-другому быть и не может здравствуйте друзья сегодня хочу поговорить на тему переезда в воронеж почему именно воронеж немножко поделюсь своим опытом ну смотрите с одной стороны мне было конечно проще я не переезжал не из другой области да я переезжал не из другой страны как многие из вас я родился и до совершеннолетия прожил в воронежской области 200 километров от города воронежа военном городке из самого рождения естественно как у практически всех всех пацанов в моем классе у меня нет не стояла скажем так не было выбора собственно да то есть военный городок и все соответственно со школы уже знали что у них будет карьера строится вооруженных силах в армии ты не будешь смеяться ты не будешь плакать ты будешь учиться от и до я буду тебя учить а теперь встать 8 из 10 ребят в классе поступали вот именно военные вузы соответственно я не был исключением и после окончания школы также как и большинство ребят также поступил военный вуз соответственно служил не тужил попал просто по распределению в город санкт-петербург вот но прослужил там три с половиной года и часть расформировали почему часть расформироваться ну несколько разных случаев бывает да ну в моем случае часть была не в самом питере а под санкт-петербургом сертового ты соответственно земля под питером дорогая была база хранения ремонт автомобильной техники у меня была достаточно неплохая должность вот но решили что эта база не нужно причем нас 1000 машин на хранение стояла отправляли по всем городам россии то есть нам приходила техника завода да мы ее обслуживали и уже распределяли по всем городам нашей родины так вот почему-то решили что эта база не нужна что таких баз достаточно по россии и это решили расформировать но честно говоря я больше всего склоняюсь к тому мнению да я слышал такое мнение что но все-таки земля дорогая под питером да и кто-то все-таки как бы положил на глаз на землю под нашей частью территорию нас большая была части вот и соответственно мы нашу часть расформировали что же что же приходилось делать мне ну у меня особо выбора не было то есть мне либо продолжать карьеру военнослужащего искать себе такое же место как у меня было собственно да но как уже сказал у меня должность была достаточно неплохая и найти бы мне было очень проблематично соответствующую такую же должность поэтому меня было два варианта да то есть либо искать по специальности да также продолжать свою службу вооруженных силах но где-то в другой части да либо увольняться либо увольняться по собственному желанию ну я потыкался повыкался поискал часть в санкт-петербурге такую соответствую должность поискал как уже сказал должен должность хорошая естественно она во всех частях занята поэтому у меня особо выбора не было приглашали меня в москву приезжали комиссия по расформированию приглашала меня в москву но на тот момент я посчитал да и сейчас собственно так считаю то есть я нисколько не пожалел в общем я отказалась чуть дальше объясню почему почему я отказался собственно продолжить свою карьеру в москве вот и второй вариант у меня был да это как уже сказал уволиться вообще вы из вооруженных сил и остаться в питере в санкт-петербурге и попробовать себя но поискать себе собственно какую-то другую работу какую-то гражданскую специальность но почему и собственно остался в санкт-петербурге ну во первых я раньше не понимал что такое не подходит климата когда говорят климат не подошел вот я прожил в питере три с половиной года и я вот сейчас могу сказать да что мне не подходил климат почему ну во первых я не так и не смог за эти три с половиной года привыкнуть к такому понятию как белая ночь то есть для меня это было конечно в ночь есть ночь да то есть ночью нужно спать ночью должно быть темно ну у меня тогда подсознание за эти три с половиной года я так и не понял почему так да там не такие наверное как полярные ночи да но тем не менее ночью светло и я к этому привыкну к нему во вторых это конечно же да простят меня как правильно петербургцы да но какая-то все-таки серость да то есть солнышко мало в году я купался всего пару раз наверное в год там финском заливе в озерах то есть чаще как-то не получалось потому что да но погода не не позволяла тепла как-то мало вот соответственно вот это тоже серость вот это все завела конечно ну и самый главный вопрос самая главная причина да почему не питер почему не москва да это вы можете сказать что это города то есть там там больше возможности до города большие соответственно больше возможности себя реализовать найти хорошую работу но но я все-таки считаю что чтобы чтобы найти хорошую работу хорошо устроиться обосноваться собственно да ну наверное в таких городах нужно родиться нужно родиться нужно соответственно тогда и климат тебе этот будет подходить да если там родился с детства рос у тебя больше возможности вот именно если ты родился в этом городе вот именно тогда да найти хорошую работу ну что называется найти себя да в этом городе из почему у нас да у нас много людей ежегодно ежедневно доедут покорять тоже санкт-петербург ту же москву но многие из них собственно также и через какое-то время возвращаются обратно возвращаются туда откуда они уехали либо ищут какие-то другие себе города почему потому что не всем не всем удается до единицы кто действительно находит себя в этих городах кому и климат подходит кому кто и и находит до через какое-то время нормальную хорошую высокооплачиваемую работу до возможности конечно там больше вот но тем не менее все таки я считаю что чтобы там хорошо устроиться нужно помочь родиться это мое такое мнение пишите в комментариях кто не согласен мнение у всех людей могут быть разными на истину не претендуем что касается воронеже почему воронеже вот я свою историю рассказал после того как я как часть нашего расформовали я уволился по собственному желанию и вернулся сюда свою область откуда я собственно и призывался но вернулся естественно не в тот маленький военный городок да а город миллионник но на тот момент он еще не был миллионником вот и соответственно вот здесь я нашел нашего место по своей должности вернее не по своей должности но но рядышком да то есть я опять вернулся в армию служил в вузе в нашем но опять же опять через какое-то время три наверно года прошло опять было сокращение соответственно ну я вы я уже понял что наверное армия это не мое что-то у меня как-то с армии не клеится вот нужно искать себя работу попробовать себя где-то в гражданской в какой-то сфере пока молодой пока есть возможности пока руки-ноги пока голова все все на месте соответственно пока есть желание самое главное да нормально жить работать зарабатывать я уже решил больше с армии не связываться вот и найти себя уже в какой-то гражданской сфере вчера буквально беседовал с людьми по поводу того что люди по моему то ли северодвинска то ли североморска очень много людей оттуда и переедут у нас не в воронеж а воронежской области город лиски что такое лиски это не знаю даже сколько километров воронеж 100 с лишним там 150 может я не знаю честно говоря может ошибаюсь вот ну это узловая станция да то есть большинство населения она вот этого городка да она привязана вот именно к железной дороге то есть соответственно все заработки до крутится вокруг железки а почему северов едут туда ну как они мне объяснили да в основном это едут как раз таки пенсионеры потому что конечно для молодых там таких перспектив таких возможностей как в нашем да в городе миллионники столицы черноземья таких перспектив конечно нет да возможно и когда я буду пенсионером мне тоже захочется тишины покоя я тоже куплю себе где-нибудь домик до уеду из города но конечно не так далеко да а где-нибудь но в пригороде да то может быть километрах в 15 максимум там 30 от города вот потому что все таки вот эта инфраструктура нужна будет да не только мне но и моим детям растут дети то есть нужно конечно естественно думать и о них поэтому уже неоднократно говорил да в принципе город миллионный много у нас различной промышленности и я думаю что у вас проблем с работой не возникнет совершенно единственный какой момент но это про любой город так можно сказать приехали у нас покупатели тоже с другой страны люди в возрасте вот тут конечно у вас могут проблемы собственно с работой возникнут но это в любом городе да если вы уже в таком возрасте для любой работодатель хочет хотя наверное это неправильно да если человек специалист в своей сфере деятельности вот лично я как руководитель я бы наверно все таки отдал предпочтение опыту опыту а не молодости личная но у нас несколько руководителей по-другому смотрят некоторые да и предпочитают все таки молодые кадры и людям возрасте все-таки сложнее найти работу чем молодым молодым за разговорами пролетело время приехала я уже к офису ну почему именно воронеж выбирают да я уже видео такое соответствующее делал потому что я со многими беседой покупателями иногородними и с покупателем там из других стран допустим да из стран ближнего зарубежья из наших бывших союзных республик уже неоднократно говорил да в основном выбирают краснодар либо воронеж либо города курортные города вкратце опять же сейчас скажу да почему не курортные города это большая стоимость недвижимости нереально большая даже за маленькую квадратуру до в квартирах квартирки даже маленькие там делают но стоимость просто нереально краснодар почему нет потому что с работы там намного хуже меня еще очень часто забавляет когда я иногда периодически попадаются до ролики краснодарских видеоблогеров риэлторов да и они прямо с большой скажем так очень часто такую фразу кидают про какую-то стройку рассказывают по какой строящийся объект и очень часто с гордостью заявляют что этот объект строится по фазе 214 по федеральным законам 214 для меня это так дико на самом деле потому что у нас по-другому быть и не может то есть вот-вот в плане проблемного жилья проба в плане обманутых дольщиков воронеж ну где-то там явно не в первой десятке я думаю да потому что первое место москва питер и потом как раз таки краснодар да вот у нас все-таки намного все это здесь спокойнее вот опять же почему воронеж как уже сказал работа то есть у нас больше возможностей больше перспектив и опять же климат климат намного у нас помягче поэтому большинство людей и склоняются вот именно к нашему городу все друзья пишите комментарии кто что думает по этому поводу с радостью с удовольствием отвечу комментарии все читаю кому необходима помощь покупки жилья в нашем городе заполняйте анкету которую вы найдете под этим видео пишите ватсап вайбер и звоните всегда на связи в отпуске уже был готов готов работать всем хорошего дня хорошего настроения пока а а